первый раз в париже я 105 и меня это бодрит удивлять ее и я хочу ей показать все что здесь есть накормить все что я здесь пробовал чтобы разделить этот кайф от парижа пойдем сходим в кафе кицуны купим кофе мы были сейчас даже в корее в сеуле находили кицуны это японская сеть здесь безумно вкусная кофе очень эстетично и стаканчики и очень вкусные десертики у них нет круассанов вот все больше и больше открываются по всему миру они здесь есть и недалеко еще один ассоциация с прижим я даже ела подознала что-то японское кафе так прямом эфире мы наблюдаем как готовится какая-то площадка здесь видимо будет показ что-то связанное с серебряными шарами снегом воздушными какими-то пушками выглядит очень масштабно я не представляю как команда там работает интересно за этим наблюдать а потом узнавать париже очень комфортная погода гулять просто одно удовольствие я в жакете свитере и пола юбки колготках вот так вот это выглядит и мне супер комфортно и так все светло хотя время уже вечер короче в этом видео вы услышите много раз как я люблю париж реально вот я сейчас иду и понимаю что я во-первых была здесь два месяца но я так безумно по нему соскучилась два месяца назад и во вторых здесь просто все очень красиво и просто идеально для меня подержать на ручке традиционно идти дальше смотрите какие светильники мы нашли в виде круассаны и багета вот так это выглядит а там еще и хлебушек очень мило очень прикольно у правда украшены витрины казалось бы простая реализация это такие light box и с подсветкой на которых напечатаны лукбуки и каталоги выглядит очень красиво в этом же луке представлена модель и они размещены и по боковой части витрины и в центре когда хочешь купельки но смотришь на них только через витрину для непонятно удобно они или нет но коричневый цвет очень красивый в общем и проходили мимо магазина golden goose и здесь рядом буквально соседнее помещение это видимо реставрация ремонт и кастомизация кроссовок который вы можете сделать сразу магазине очень прикольно выглядит реально выглядит как современный ремонт обуви у меня на районе он выглядит вообще иначе здесь прям парни в комбинезона у них классное оборудование прикольно и селлоран открыли новый бутик и в нем есть библиотека очередь на вход классика вот все подруга книги фоткаются очень много классных модных людей если мы сюда пойдем по походу в первой половине дня потому что очень много людей фотки есть как будто мы были зум решает есть что пиццы я хотела именно белые уроды как мне надо ну крейси что они лаковые розовые типа добили вон стул 0 я не могу вниз залезть не очень узкие голосуем за или против берем или нет берем ну как будто бы такие можно зари купить на один сезон до мы пришли в ресторан который я давно себе захоронила я очень хотела попробовать пасту с грибами здесь просто потрясающая порция френч фрайз картофеля нам подали горячий хлеб с зеленым французским маслом добро утро страна мы собрались на мне красивый лучок об этом позже подробно расскажу сейчас мы зашли в кофейню рядом с домом потому что мы очень хотим кофе мы не хотим завтракать но здесь такой симпатичный банановый хлеб что я решила его взять посмотрите он просто идеальный реально еще здесь есть такое печенье матча с белым шоколадом и просто с шоколадом вот эту версию я очень люблю это просто нереальное сочетание какое-то если не пробовали обязательно попробуйте я нарядилась в банановый хлеб на мне коричневый жакет студия 29 который еще не вышел и вы его не видели но он совсем скоро выйдет это наша весенняя коллекция на мне пола из трикотажа тоже в коричневом цвете и она уже есть продажи и винтажная юха ноуней коричневые колготки и купельки by far купила их на платформе закал она просто боже оказалось что мне очень не хватало сумки цвета хаки и она просто вписывается во все образы которые я составляю все идем гулять по парижу какие у нас здесь планы мы хотим попасть на несколько показов на несколько стрит стайлов хотим встречаться с классными людьми потому что здесь сейчас по ощущениям реально вся москва и не только москва мы хотим посетить некоторые шоурумы наших знакомых брендов наших друзей много гулять ходить по выставкам красиво снимать приглашаю вас в это видео будет интересно красиво бонжур творишь мы прилетели вчера я прилетела в компании леры продюсер сивок studio 29 собственно мы уже успели вчера обойти окрестности вокруг дома живем мы прям за лувром и это оказалось прям идеальная локация для нас потому что вокруг нас собраны все музеи нам удобно в любой район дойти пешком вчера мы шли до ресторана минут сорок по пути гуляли и вдохновлялись парижем в общем локация оказалась действительно идеальная очень рада здесь сейчас все цветет безумно красиво цветет магнолия и сакура просто я мечтала в этот период побывать париже никогда не была здесь в эти месяца это прям круто у нас с собой 4 чемодана квартира нас находится на пятом этаже и это был просто квест когда мы поднимались эти мечты на без лифта на пятый этаж это было не очень приятно ладно мне надо посмотреть куда мы идем потому что мне кажется что мы не туда идем мы идем по вчерашнюю маршруту ладно включаю карту мы пришли в музей декоративное искусство посмотрите как он красиво выглядит идем вот я хотела показать сад тюляри вот он мы потом в него пойдем и вот там в конце улицы шоплин который мы заслужили мы зашли на выставку музей декоративного искусства на ирис он херпан она создает что-то на по типу кутюра с крещённые с современными технологиями и это выглядит просто нереально что-то было из ткани теперь что-то из пластика при разработке данной модели она вдохновлялась водой поэтому здесь видите такие пузырьки очень красиво еще мне кажется что когда воду что-то бросают это примерно вот так выглядит данного так разлетается господи роскошно мне это все напоминает дико британку это как мы там собирали мудбор для того чтобы делать коллекцию как видите здесь вдохновение подводным миром кораллами достаточно кстати типичная тема потому что она очень многогранная и здесь можно все взять за основу и текстуру и форму это очень хорошо работает можно увидеть как применены в целом кораллы было платье и просто коралловое платье и цвет и формы очень красиво выглядит и вот там просто какой-то подводный мир на голове очень красиво не представляю сколько это работает вообще можно воплотить жизнь что-то выглядело так идеально посмотрите внимательно это сделано из бисера как просто как внимание общий план кутюр что сказать это юбка и наши новогодние коллекции я на самом деле замечаю что сюда очень много студентов приходит приходит студентов студенты прям группами от каких-либо модных институтов и я задумалась о том что действительно мне кажется это очень сильно повышает интерес когда у тебя есть возможность во-первых увидеть реальный опыт классных дизайнеров здесь многие большие дома выросли прям в париже во франции в целом потом просто на ежедневной основе прикасаться к выставкам и каким-то гигантам и классным их работам и я прям вижу как студенты стоят рассматривают технологию рассматривают обсуждают вдохновение как думал этот дизайнер и это очень круто стимулирует мне кажется и развивается эру в целом потому что у нас допустим да особо пойти некуда и такие выставки у нас просто не проводятся для того чтобы студентам сюда приехать даже дизайнер начинающему нужны большие деньги которые не всегда есть у студента но это настолько как бы расширяет твои границы творчества что можно делать и так это конечно очень круто этого у нас прям не хватает представьте если бы каждый из вас мог посетить вот эту выставку куда у тебя есть желание быть дизайнером как минимум это просто нереально просто мысли слух а здесь прям музей и такая лестница которую декорировали выходами в нарядах разных селебрити офигенно здесь расположены масштабные манекены они такие маленькие вот моя рука и обычно на них делают первые наколки и придают форму ищут форму того что будет эскизы можем полистать ребят простите за спам и я думаю такие долгие ставки с этой выставки потому что я просто в восторге и это действительно одна из лучших выставок на которых я была за последнее время это просто нереально очень круто по соседству с музеем декоративного искусства есть ресторан луи луи я давно хотела сюда попасть здесь очень красиво очень эстетично ничего мы пришли и встретили перниль мою любимую моего любимого блогера и скандинавии недели мода в париже можно встретить просто мы гуляем по саду тюлари зимой на рождественские праздники из как раз действует колесо и проходит рождественская ярмарка а сейчас мы идем посмотреть такое настроение парижа это зеленые стульчики в этом парке около фонтана не знаю фонтан работает или нет скорее всего нет потому что не сезон по погоде дождь нам нужен зонт срочно о смотри зонт с парижем да нет зачем нам с парижем или нам нужен с парижем так зонт мы не купили я что хотела сказать это как бы февраль это февраль смотрите цветочки цветут зеленая травка растет птички поют фонтан работает все супер ребят у меня такой важной погодой просто запутрявились волосы я вообще не вижу смысла с ними что-то делать но выглядит неплохо кстати как будто даже укладка какая-то здесь была но и тут не было напоминаю здесь мы предлагаем ее вытащить они все эти моменты у нас есть и вы можете выбрать свой силу надо пускать фонтан потому что он может такой немножко лимитирован вот если что фонтан это который я хочу вот про поток да а мы находимся в пространстве августа прям поле рояль которая открыта я так понимаю в коллаборации с гарри ну и вот и весь изображен фонтан девушка целом нам все рассказала о том что когда мы приезжаем новое место мы закидываем монетку и загадываем желание вот я взяла себе монетку с фонтаном которая вот такой который символизирует быть потоки то что мне надо спасибо большое мы случайно проходим мимо показа скеппор и будем смотреть как кого это радостью да вот здесь есть мы просто вы мы и 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 Сегодня мы с Лерой были на стрит-стайле. И, короче, так случайно получилось, что мы стояли в первом ряду, и потихоньку толпа меня переносила все ближе и ближе к выходу. Ну, прикольный опыт, такие все красивые, очень много людей, все фоткают, много фотографов. Я теперь понимаю, какая-то тяжелая работа с предстайл фотографа, потому что реально сделать какой-то классный кадр очень тяжело. Вот. Ну, в общем, смотрите дальше. Всем привет! Сегодня на мне ультрамодный лучок, который мы собрали еще в Москве, и он действительно очень красивый получился. На мне сумочка, которую мы заказали, и это ручная работа. Она выполнена в таком голубом цвете, немного винтажная, но безумно красивая. Она из атласной ткани. Это просто произведение искусства, если честно. На мне джинсовый тренж Zara. Такая шерстяная, мягкая, пушистая футболка, которую я купила в Корее. Она на самом деле no name, это просто какой-то корейский магазин. Мини-юбка Studio 29 в сером цвете, серые колготки и туфельки серебряные Prado. Очень красиво сочетается серый и голубой цвет. Это мое любимое сочетание, оно беспроигрышное. Я чувствую себя в нем очень комфортно и классно. Ставьте лайки, если вам тоже понравилось. Мы пришли забирать мои кроссовки к коллаборации Miu Miu New Balance. Я себе заказала вот такие светлые. На мне тренч из нашей не вышедшей весенней коллекции. Вернее, коллекция вышла, а тренч не вышел. Потому что так бывает с вещами, которые не успевают в сезон. Поэтому он в единственном экземпляре выйдет в июле. Еще у меня сумочка КОС, юбка в складку любимая и новые кроссовки Miu Miu, которые я купила в Париже. Тань. Ой, ой, как он. Только что я фоткалась, была такой красивой, женственной, элегантной. Мне тут шарф так оббивал. Но на самом деле так холодно, у меня уже начинает болеть горло от того, что здесь погода сильно меняется. То поднимается сильный ветер и идет дождь, то тепло и светит солнце. Из-за этого очень холодно. Я уже снизу понадела свитер и что еще сделала? А, шарф завязала вот так. Да. Это Париж на фото и Париж без фото. Ожидание реальности. Муки выбора. Всем доброе утро. Мы пришли в кафе The Fjord в Париже на завтрак. Это мое любимое место. Я обожаю здесь есть яйца. Кофе, есть круассаны, пакеты. В общем, очень рекомендую. Шла сюда и думала о том, что каждый раз в Париже я хожу в одни и те же места. И как будто бы это немножко бесит. Как будто бы есть что-то. Типа ты что-то упускаешь, что-то не видишь, потому что ходишь в одни и те же места. Но это место нельзя не ходить. Доброе утро. Рана. Как проверить французский круассан на то, что он хороший и свежий? Короче, при нажатии он должен рассыпаться. Нет, вчерашний. Ферняки хочется. Hello. Рассказываю рецепт, как есть это яйцо, так, чтобы оно было очень вкусное. Вот так сюда складывается. Так. Открываем. Так, чтобы сюда вошел хлеб. Дальше главный элемент вообще это посолить. Без соли невкусно. Вот там внутрь посолили. Берете вот этот хлебушек. Вот так вот туда. Кирик. Во Франции понимаешь, что простые вещи, это очень вкусно. Просто хлеб, маслица и джем. Я в отлете. Мы приехали в галерею Dior. Очередь на вход. Но мы стоим, потому что сейчас 11 утра. Она работает с 11 утра. Поэтому я думаю, что сейчас очередь зенится быстро. У нас нет билетов. Ну, надеюсь их купить в кассе. Я была уже в этой галерею в одну из первых своих поездок в Париж еще до пандемии. И хочу повторить этот опыт и обновить свои впечатления, потому что я уже мало что помню. И тогда я, конечно, по-другому к этому относилась. Вот на улице идет дождь, поэтому очередь под зонтом. Но в этом есть своя прелесть. Мы зашли в галерею Dior и простояли в очереди 40 минут. Очень замерзли. Здесь по кругу представлена история формирования дома Dior. И разные их продукты, эскизы, духи, какие-то их наработки и разные вехи в создании бренда. Очень прикольная идея. На выставке ты как будто заглядываешь в кабинет. На самом деле это стеклянный пол. И там вот коробки из-под шляп. Такий немножко приоткрытый комод. Как будто бы в моменте кто-то собирался и пусть и убирал. Не знаю, там брошенные вещи. Какие-то очень прикольные отнесения. Примерно на середине выставки мы решили устроить себе кофе-брейк. Взяли капучино. Здесь такие красивые стаканчики для воды в стиле Dior. На дне стакана напитана Dior Paris. И мы взяли лимонный тарт. Отлично проводим время в Париже, когда на улице и дождь, и не погуляйте. Выставка закончилась. И заканчивается она такой огромной панорамой в виде градиента. Выставлены мини-версии платьев, туфель, сумочек Dior. Очень красиво. Вообще тема миниатюр мне очень нравится. Если вы помните презентацию нашей новогодней коллекции, это выглядело примерно так же. Сейчас они висят у нас в офисе, это очень мило. Мы вызвали такси, едем на район Море. Какой у нас там план? Шоппинг? И да. Там на самом деле сконцентрированы разные бренды, разные магазины. Хотим зайти в Franky Shop Mistu. Это бренд из Испании, который делает обувь. Хотим зайти в Arquid Cos и тому подобное. Вот, возможно, у нас хватит времени дойти до Alai Foundation. Лера там не была, я там была уже два раза, но все равно интересно посмотреть. И там флагманский бутик Alai. Вот. И хотим найти, поесть улиток и устриц, потому что мы этого еще пока не сделали, а мы в Париже, и не сделать этого нельзя. На улице дождь, поэтому мы решили, что, ну, достаточно прохладно, ветер и дождь, поэтому мы решили переходить из магазина в магазин, и таким образом мы сегодня не замерзнем. Погулять сегодня не получится, потому что очень холодно. Еще я сегодня поняла, удивительный факт, не знаю, почему так произошло. Я впервые передвигаюсь в Париже на такси. Я была здесь раз пять, и мы все время ходили пешком. И, собственно, мы до этого дня тоже выбирали пешие прогулки, будь они час или полтора часа от места до места. Я до этого только на самолет могла уехать на такси, а по городу всегда ходила пешком. Не уверена, что это интересная инфа. Я рыдаю. Как это красиво. Блин, они приходят. Так, мы начинаем наш шузы-шоппинг. Я просто с ума схожу по Мисте, и смотрите, какие прелестные желтые топули, а такие лаковые еще. Вообще, я схожу с ума в этом сезоне по цвету сливочного масла. Люблю очень странную обувь, поэтому как будто все схлапывается. Но нет размера. Эти слетают у меня с пятки немножко. Я выбрала вот эти молочные. Очень красивые. Есть еще карамельные, но нет моего размера. О, дождь. Мы пришли во Френкишоп. Заходим, будем смотреть, что у них есть. Стресс, мак. Скажешь, как вы подозреваете макару? Это салтый ботер и... Паду. Чоколейт и салтый ботер карамель. О, салтый ботер. Мы стоим в очереди, и девушка вынесла нам макаруны. У меня макаруны с соленой карамелью. Это так мило. Причем, Френкишоп теперь два в Париже. Они поделили нам мужской и женский. Френкишоп всегда на грани. Типа очень что-то смелое и очень базовое. Видишь, они все по цветам развешено. Ну, и на сайте так же. Да. Типа Коперния, но это кто? Коперния. Коллеги-садовники. Я прибываю в шоке. Я нашла подснежники в Париже. Как круто. У меня в детстве росли подснежники возле дома. Для меня это какое-то особенное чувство. Мы пришли в Жакмюз. Здесь, как всегда, очередь. Просто так туда не попадешь. Витрина, утюг со стопкой рубашек, я так понимаю. Такое. Меня не впечатляет. Я видела уже здесь, получается, лимоны, вишню. Потом, когда была степлай коллаборация, что-то еще было. А, печь с дровами. Да, сумка гигантская, я видела. Что себе? На китрин уже видела. Но, как бы, не знаю, меня не впечатляет вот эта китрина. Тут мне желтый сумочный нравится. Идем мерить коричневые туфли. Все, я влюбилась. Мне очень надо. Произведение искусства, я считаю. Они такие... Тут такой нос красивый, и он уплиняет ногу за счет своей формы. И мне нравится, что тут написано треугольничек и Прада. А, типа, они остаются аккуратными. 940 евро. Мы пришли в оперу-горнье на балет. Там внутри очень красиво, я это точно знаю, поэтому идем скорей. Аня в нашем костюме. Это очень мило и приятно. Нам достались какие-то лакши места абсолютно. Мы сидим вот так. Это сцена. Сцена. Хочется. Деньги. Деньги. Один. Георб pays. Мой самый любимый завтрак в Париже Это кофе и малина Реально, ну здесь еще мог бы быть круассан Но мы его пока не нашли Какой у нас сегодня план? Мы не знаем Мы купили билеты на музей Cartier Но теперь нас позвали на обед Поэтому мы не можем идти в музей Короче, сейчас идем на обед с Дженни Ким Таня и Париж Обычно это выглядит так Занятой человек Мы пришли в ресторан и пробуем разные блюда Первое блюдо у нас, я так понимаю, свекла Какая-то редька Анчоусы И морковный соус, да? Что-то, в общем, это сложно понять Но я надеюсь, я уверена, что это даже вкусно Мы немножко промерзли Я мечтала вот чай с лимоном И вот он здесь есть Посмотрите на эту стену Просто посмотрите Я хочу булочку Но мне еще этот винтажный Миу-Миу как-то надо отнести Я хочу булочку, но я купила на показ Миу-Миу 38 размер костюма И вот там юбка, вот хочется, чтобы чуть ниже сидела Поэтому булочки я себе сегодня отказываю После показа Миу-Миу, что очень слабо идем есть булочки Мы приехали в Люксембургский сад Это мой любимый парк Люблю его за его уют и красоту, конечно же Сделали уже классные снимки Сегодня я выгуливаю, значит Ну я всегда сверху утепляю лук Сейчас расскажу, что я выгуливаю Сегодня на мне бомбер из прошлой коллекции Но он еще есть в токе, вы можете успеть его купить В черном цвете И наша базовая рубашка, я ее приталила Сзади, в общем, вот завязала, закрепила И она получилась приталенной Мне очень нравится этот эффект И юбка из атласной ткани, которую мы запринтовали цветком Незабудка Это тема нашей весенней коллекции Мне очень нравится, как она смотрится И добавила я такой акцент в виде голубой театральной снимочки И уолт селин, мои классические беспроигрышные ботильоны Я не перестаю всегда говорить о том, что я обожаю сочетания голубого и черного Слушайте, мне кажется, что все парижане проживают свою лучшую жизнь просто Потому что они сидят на стульчике вот так, даже полулежа Смотрят на солнце, загорают, читают книжку Это просто мечта Так жить Так, неделя моды в Париже продолжает нас удивлять Мы встретили махину в нашей модели Всем привет! Пришли ужинать в мое одно из любимых кафе в Париже, Лала Протонда Я даже не знаю, что там выбрать, потому что там все вкусно Это такая типичная парижская кафе, ресторан с морепродуктами Ну, во-первых, мы хотим морепродукты поесть Ну, вчера это хотели сделать, не сделали Вот, во-вторых, мы хотим мороженое Здесь оно офигенное Ну, два блюда мы уже выбрали Третий, не знаю, буду им думать Итак, наш выбор остановился на стейке и гратене Вообще, французы очень любят картофель именно либо френч фрайс, либо гратен Он очень вкусный, безумно И мы взяли попробовать улитки Учимся управлять вот этим аппаратом Тоже очень вкусно Это футу Мы заказали мороженое Потому что оно здесь очень вкусное У меня мой сын Мадвей постоянно его здесь ест И я ему с удовольствием его заказываю, потому что здесь оно прям натуральное Здесь к мороженому дают вот такие вафельки Они просто многослойные, тонкие и очень хрустящие Ешь мороженое в перемешку с вафлей Вот так вот, короче, делаешь? Вот так Очень вкусно Очень вкусно Всем привет! Сегодня у нас шестой день в Париже Мы вышли прогуляться Расскажу вам, что на мне Жакеты закохожи, которые из нашей осенней, будущей коллекции Сумочка Louis Vuitton Юбка No Name, которую я купила в Сеуле Туфли, не помню, как называются, но очень их люблю Отмечу здесь Коричневые колготки В общем, у меня такой коричневый лук Мне очень нравится Все красиво сочетается Очки Мю-Мю Сегодня прекрасная погода На улице солнце, поэтому мы отправились гулять по нашему району И сейчас мы направляемся в шоурум Жени Ким Бренд J.Kim Смотреть их коллекцию И в целом поддерживать Женю Вот очень люблю их Очень интересно, что они привезли Сегодня мой первый показ в Париже Я иду на показ бренда Ketu Выезжаю Классно Я очень рада, что у меня появилась такая возможность ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы пришли в ресторан Костас Попали сюда с большим счастьем Спасибо моей ассистентке Насте Которая смогла забронировать это место Чтобы его забронировать, нужно позвонить сюда ровно в 9 утра И по телефону забронировать стол Мы это сделали Поэтому мы сегодня здесь Что мы заказали? Торпишок с моцареллой Френч фрайс Слабосоленый лосось подкопченый Оладушки к нему Горида Тони Паста Даша взяла себе подочной вкус Всем привет, это Даша Размер Павлова Это Аня и Даша Сегодня они идут на аппарате Коперне Я хотела сказать альбус Скажите бонжур А бонжур это не утром? В смысле не утром говорят бонжур? Привет, говорят Ну скажите мерси баку Я имею в виду не утреннее приветствие Нет, да? Ладно Отмена Всем привет В общем, можно сказать, подошел к концу Стридстайл миу-миу Я хочу рассказать вам, что на мне Винтажный костюм миу-миу Который я нашла В общем, на ресейле И его приобрела И туфли тоже винтажные миу У них вот такая окантовка Из камушков Это очень красиво Они на маленьком каблучке Астроносы Эту форму я очень люблю Вот Собственно, у меня такой Винтажный, аккуратный образ сегодня Я, кстати, сегодня в двух изделиях в студию 29 Да, это башка, которую мне просто послала вселенная случайно Абсолютно Пальто из осенней коллекции Юбка Мюнстори Зара 40 евро Носки Мил-миу, пожалуйста Сумка Кольцо Ла Манса Очки Джентл Монстр Класс Мы встретились с Есенией Она сделала мне пару кадров Спасибо Тань, повезло Да, повезло Есень, расскажи нам вкратце И для подписчиков Вот ты в прошлый раз на ютубе говорила Про показ А вот У тебя завершающий показ сегодня был Что ты думаешь? Про показ Я вообще думаю Что про всю эту неделю моды То, что все бренды Возвращаются каким-то истоком И Сет дизайны не такие вау Потому что все хотят, чтобы люди обращали внимание только на вещи И все коллекции становятся очень Что-то я могу сказать Такими спокойными Я думаю, это все связано вообще со всей ситуацией в мире Вот И на самом деле мне это нравится Потому что появляется А еще я думаю, что это связано с тем, что Такие вещи продаются лучше И типа коммерческую часть Сейчас все хотят зарабатывать деньги И это прям супер видно И это супер грустно Тоже В общем, все супер Но Посмотрим, что будет в следующем сезоне Я думаю, что в следующем сезоне Если в этом все было спокойно Наверное, в следующем сезоне будет что-то вообще Вау Да? Ты была, получается, в Лондоне? И Милане И Милане И Борисе Да Ты просто человек-герой, посмотрите Да, и я снимала каждый день А с утра до вечера И потом всю ночь вырабатывала Ну, в общем, я полуживая, если честно Молодец Мы тобой гордимся Спасибо Мы сделали много классных проектов Кто не видел, посмотрите А знаешь, что мы еще заметили? Как будто бы дома моды стали больше клиентов звать А еще классно, что они начали звать моделей Они начали в Valenciaga, например Они позвали очень много топ-моделей Которые раньше у них как бы ходили на показах А теперь они attended show as guests И я считаю, что это супер-классно И на самом деле аудитория у моделей супер-топовая И эта коммерческая составляющая тоже рабочая Спасибо тебе большое Се ю на эксайд Всем привет Мы сегодня очень устали Нам Десеня посоветовала Раменмил Называется Хаката Она находится возле Лувра Возле Пале Рояля И мне принесли мою порцию рамена Здесь прям вот настоящие их томленые яйца Прям супер наваристый Он порекомендовал мне именно этот Отдельно spicy соус, если его не видишь остро Но выглядит впечатляюще Я обожаю такую еду Поэтому, собственно, наслаждаюсь Короче, девочки надо мной посмеялись, когда я сказала, что бонжур это утро Вы увидите это в этом блоге Но я была права Итак, значит, бонжур это доброе утро Это добрый день Бонсуа Это добрый день, да? Бонсуа 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 Такой классный у нас таксист Мы завтра улетаем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин